Ну что, тишина на площадке. Секунду. Здравствуйте всем. Мы начинаем второй наш выпуск Тейбл Шоу. Мы немножечко... Да, спасибо большое всем за внимание, за вопрос, который вы присылали, за вашу реакцию. Она была положительной, собственно, поэтому мы и решили продолжать. Не уверен, что будем мы выдерживать формат раз в неделю, но вот месяц второй попробуем, другой попробуем. Ну, в зависимости от новостей, естественно. Так что создаем новости, контент надо. Да, и вопросы ваши ждем. Смотрите, очень много было вопросов в актерской профессии, поэтому мы решили подать, ну, естественно, наших артистов, артисток к артистам. Ну, Андрей Мартынов, понятно, это уже запседатые наши передачи, уже тут никуда не деться. Даша Мельникова, Стаси Милославская, артистки нашего театра. Женя Дмитриева, наш давнишний под... Слушайте, вы знаете, что Женя Дмитриева начинала, молодой артист, когда ей было столько лет, сколько Стаси Милославской, «Святак и горе от ума», который ставил художество руководитель нынешнего Ермолаевского театра. Сколько лет назад это было? Не говори. И Женя Дмитриева, в момент уже замечательная артистка, она одна из лучших современных театральных педагогов. Это я говорю, значит, поступающим в этом году в театральное училище. А Даша и Стася, ее непосредственные ученицы. То есть есть доказательства? Да. А Мартын ее друг, поэтому абсолютно логичное здесь появление Евгения Олеговны Дмитриевны. Ну и Ренат Ташимов, наш модератор, блистательный, на мой взгляд, драматург и подающий надежды артист. Прошу. Ну я предлагаю сначала просто обсудить итоги недели, что у нас в театре произошло, какие у нас мероприятия, так сказать, события были. Ну у нас, во-первых, сегодня кино на сцене. Между прочим, вот если мы сейчас пройдем, там стоят машины из Нью-Лайка Мстителей, из Операции 3 плюс 2, чего? Бензин не пахнет. Ну, там просто воняет, а не пахнет. Это специальный же запах, чтобы пахло. Нет, это специально просто реально протекает, из машины Операции. Это прям, которые на самом деле там снимались? Да, это на Модфильме мы заказали. А, машины из Модфильма? Да. То есть у нас помимо звездных артистов, сегодня на кино сегодня еще и звездные тачки в Фойестой. Прям в Фойестой. И мотоцикл, на котором Джона, значит, гонялся за Смутуновским. Это он реально не он? Нет, по-моему, это не он. Но они одинаковые. А это из музея какого-то? Из Модфильма. А, из Модфильма. Знаете, как они ехали? Нет, я просто знаю, что на Садовом кольце где-то есть музей ретро-автомобилей, что-то такое. Да там стоят эти полицейские тачки. Да, вот. Это не музей, правда? Это МВД, это просто МВД. Мы уходим в сторону, друзья мои. А еще у нас была фотосъемочка на крыше. Вот, что вы там делали, я не знаю, только фотки красиво видел. Это для Мэри Клэр. Нам, я честно говоря, не очень понял. Я знаю, что было фото, потом будет еще какая-то история. И вот из присутствующих, только ты один, по-моему, был. Вас не позвали. Вас не позвали? Стасия, вас не позвали. Нет, мне объяснили, что это там только Олег Евгеньевич и молодые артисты. Так вот вам сказали. Это кто такую фразу произносит? Я не буду сдавать своих людей. Мы из артистов второго ранга перешли в высшего ранга, да, Стасия? Мастера сцены. Мастера сцены, да. Я артистка первой категории. Да, я уже мастер сцены. Еще одно у нас было событие. У нас должен был быть спектакль «Брандт отменился». А мы не говорили в прошлый раз, да? Нет. Ну, отменился, ребят. Это, к сожалению, ну, это ввиду отсутствия зрительского интереса. Это нормальная для театра формулировка. То есть она ненормальная для тех, кто работает, обидная, как минимум, да. Но она нормальная все для театра, потому что настаивая, но театр это не фабрика, театр это ежедневная работа. Работа может получиться, может не получиться, как и у вас, собственно, у всех на вашей работе. Да, что-то получается, что-то нет. Нет, что-то хуже, что-то лучше. Поэтому вот это и стоит, понимаешь? А врачи как-то же это реагируют. Да, когда у хирургов не получается плохо. И тут, ну, понимаете, ну, просто, ну вот, что значит, знаете, здесь фраза, если зритель не пошел, его уже не остановишь. Вот это из этой серии. Вот зритель не и грустно. Ну что ж, перейдем к вопросам от зрителей. И первый очень важный вопрос, очень острый. А в этот раз самый лучший вопрос будет награжден подарком? Да. Мерчем. Дарим мерч за лучшие подарки. Мы за лучшие вопросы. Голосовать будем? Да, 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 да. Будем мешать. Прикольно. Так что в следующий раз тоже шлите вопросы. У нас классный мерч, есть вообще просто пушка бомба. Правда? А мы можем участвовать в этом? У некоторых нету мерча, например. Я всегда выпрашиваю мерча. За хороший ответ, за хороший ответ получит этот мерч. Очень много вопросов, касающихся темы актерского и не только вообще выгорания художника. То есть, как бы, вот как, что делать, если на 20-й спектакль уже как бы либидо к спектаклю упало? Или, значит, какое-то вот выгорание внутреннее происходит? Вот что происходит? Ну, нету музы, не вдохновение. Что вы делаете? Ввести Стасу Милославскую. А потом такая ревность, боль, переживания, качели. Вернуться, выйти. Да, ты вводила с Тащи, когда была беременна. Нет, еще был. Это не процесс выгорать. А, нет, был процесс выгорать. Был, был, был. И в какой-то момент, когда Даша начинает скучать по спектаклю, она такая, а может, я сыграю. Или я уже не против, и я уже могу что-то какие-то свои дела поставить в этот момент. За день, когда Даша говорит, ну, я не против, и я сыграю. Хорошо, а какие варианты, кроме беременности? Я что-то устала забеременею тогда. Вот так вы? Да, вот так вы? Да, вот так вы? Ну, надо заметить, а, Игорь, я так не делаю. Молодец. Она еще юная просто. А, у тебя выгорание, да? Ну, вообще, я за то, что надо скучать по работе. Как бы ты, ты, не любил, если ты постоянно много работаешь, надо немножечко... То есть, чтобы не было этого самого выгорания, да? Да, да, чуть-чуть по нему соскучиться все-таки. Ну, а если у тебя спектакль, ну, у тебя уйдет два-три раза в месяц идет спектакль? Вот знаешь, Даша, вот интересно, какого возраста этот вопрос задает человек? Я думаю, человеку, у которого уже выгорание. В 17 лет в нем выгорание, то идите уже тогда займитесь... А Антигона, Антигона, вот как? У тебя два раза в месяц идет спектакль, да? Помните, я заболела в прошлом месяце? Это специально, да? Нет, ну, слушайте, вообще, два раза в месяц я успеваю отдохнуть от одного спектакля к другому. Ну, хорошо, у тебя же не только Антигон, а еще что-то и как. Мне кажется, что это вопрос больше адресом от этим мюзикловым артистам или те, как... Нет, это неправда. Они работают пулами, потом у них долгий перерыв, и они что-то другое работают. Ну, там какой-нибудь мюзикл идет каждый день по три раза, да, там есть состав, но все равно ты каждый день в течение сезона играешь. А почему секундочку, Жечка, почему твои ученицы не говорят, при слове Богорабыча не употреблять слово? Работать. Мастерство, артист, профессия, например. Мне кажется, что профессия как раз-таки и заключается в том, что нужно каждый раз, во время каждого нового спектакля, искать новые смыслы, искать новые интересы. А в Богорании ты не можешь найти новый смысл, ты выгорел. Понимаешь? Итак, про депрессию. Так вот, разогнать всех домашних, это другое. Кроме шуток, надо менять контекст. Ну, правда, вот вы ходите в один театр, у вас все одно и то же, у вас все просто, вам приелось это, надо поменять свою жизнь чуть-чуть, куда-нибудь съездить отдохнуть, поменять даже на три дня, это уже поменяет картинку, и вы приедете с этими впечатлениями в этот спектакль заново. Вот сидит какой-нибудь артист в Екатеринбурге, которого 30 выходов в месяц на сцену, да, где поменять свою жизнь? Да, да, съездить, съездить, куда-нибудь. А почему, что в Екатеринбурге нельзя как-то поменять свою жизнь? Можно, но просто у тебя не пил план, ты понимаешь? Да, но мы же, это в наших силах окружать, это наша домашняя работа, окружать себя тем, что интересно, интернет, в конце концов, где хочется легких. В общем, если выберелось, там виноват. Можно в любой музей онлайн сходить и так далее, это личное желание только. Нет, 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 на самом деле тут в зависимости от угла, кто и пулами играл, ты играл пулами в Лондоне, помнишь, как ты говорил? 300 подряд. Ботинком кинуть в трансляцию. Почему? Потому что одно и то же, одно и то же. 8 раз в неделю. Да, не готовы к такому. Подустали все-таки, да? Раздражился. Раздражился, это другое. Я тоже играла, вот там три сестры, мы играли блоком, это совсем другое ощущение. Ты знаешь, что у тебя 15 вперед, это разбег совсем другой. Мне кажется, тут просто действительно девки правильно говорят, разный угол зрения. И кто-то обожает играть 35 в неделю. И его степень выгорания другая, про другое. Он устал там от этих ролей. И само понятие выгорания другое. Да, само понятие выгорания. И что мы вообще имеем в понятии выгорания? Если ты в 20 лет перегорел, то займись другим чем-нибудь. Это эйджизм. Нет, все правильно, я перегорел как-то. Да ты рад, что тебя взяли вообще. Значит, не сильно хотел. Не сильно хотел в 20 лет. Если ты там в 50 понял, то ты уже собачиваешь мозги, когда ты можешь оценить это. Понять, почему ты перегорел. Ну, от пустоты ролей. Ты хочешь новый виток. Ну и делаю себе какую-то двигатель. А у меня есть еще рецепт. Нужно, знаете, что мне кажется, замечательных партнеров. Когда вот мы, простите, мы почти 30 лет спектакль игроки играем. Представляете, как мы надоели друг другу. Но мы выходим на сцену и через 5 минут. Я думаю, боже, ну зачем? Ну кому это надо? Зачем они пришли? Ну это же какой раз мы играем все это? И через 3 минуты я выхожу на сцену и я начинаю такой кайф ловить. Да, да, да. Нет, банда взаимодалов. Да, хорошая компания. Перейдем к этическим вопросам, господа. Должно ли искусство подстраиваться, точнее даже перестраиваться под актуальную социальную повестку? Допустим, когда перепечатывают Агату Кристи, за меня везде десять не критят на каких-то нефритовых человечков, потому что это теперь звучит как расизм. Или снимает новую русалочку, перелопачивая концепцию так, что Гириня должна стать феминисткой и отшить принца. Мне, честно говоря, кажется, что это глупо, но может я просто что-то важное не понимаю про миссию искусства? Очень, это очень просто, мне кажется, если мы сейчас начнем эту тему, мы уйдем отсюда завтра. А можно я лаконично отвечу? Давай, и закроем после этого. И закроем. Нет, если я просто ради повестки это меняю, да, вот модно вот это, вот это, вот это я это делаю, это не имеет никакого отношения к искусству. А если я знаю, о чем я пою, и я не просто так делаю русалочку такой, то как бы искусство всегда, ну как бы если я знаю, о чем пою, то оно оправдано всегда. Вся моя придумка, как угодно, я могу заменить женщин на мужчин, мужчин на женщин, все, но если я знаю, зачем я это делаю, тогда это имеет отношение к моему поиску, к искусству. А если я делаю это с точки зрения моды, то оно и, вот оно будет, как сказать, вот ровно столько оно и просуществует. Короче, лишь бы талантливая. Вот, лишь бы талантливая ради чего-то, ради чего-то ты это делаешь. Мне кажется, что уместно выдумывать, придумывать все, что угодно, если это сказка, если это выдуманные персонажи. Если мы говорим, ну вот как сейчас был недавно скандал по поводу никого. Нефертити. Как я пошутил? Там нет, это вот пятка. Эм, хлеб, нет, кто из них? Ну, короче, египетская царица, которая тогда в жизни могла быть чернокожей, и там проходили скандалы. И египтяне хотят вообще запретить Netflix в своей стране, потому что они посчитали это как бы неправильно. А с какого перепугута она черная? Да. Она даже египтянка не была, да, они говорили? Не, ну вот снимаете сериал про Нижний Новгород средневековый, а там афроамериканцы бегают тоже, мол, странно говорят. А по поводу русалочки, я видела видео, это немножко не в тему, но я видела сколько маленьких девчонок, афроамериканок, как они искренне этому радуются, плачут, и я подумала, значит, это необходимо. Это сказочный персонаж, а главное, они же не поменяли в том мультике, не перекрасили в старом мультике, они сняли новую версию. Это, пожалуйста, если вам не нравится, если есть какие-то... И ради чего-то они это делают. Да, то пускай делают. Вообще, мне кажется, пусть все будет. Нету законов. Да, но понимаешь, вот мне кажется, единственное, почему я сказал сразу, а ты реагировал так, что это дурость, потому что ты делаешь, ты же это сделал не 10 лет назад, да? Да, потому что тебя так повело, а почему делать не сделать, как ты говоришь, для этого, а потому что это ветер повеял в эту сторону, и ты решил быстренько сделать. Вот это, наверное, неправильно. Да. Так-то может быть что угодно. Ну, мне кажется, что это просто этап. Ну, с другой стороны. Это и рухнет, Олег, про что я говорю. Это и рухнет, это забудется и уйдет, то есть это не останется никогда ничем. Но они же, мне кажется, они это делают, чтобы воспитывать как раз-таки молодых детей, и чтобы... Потому что, ну, как бы в той концепции тогда те разговоры, они не велись про то, что как бы и чернокожие могут играть, и... Меняется культура воспитания детей. Конечно. Поэтому меняются мультики. Ну, как бы, да, объяснять детям с самого детства, что нормально как бы быть любым. И что... Или задевает артиста, что когда им говорят, что никогда не станете круче Чаплина, или вот, пожалуйста, Меншикова. Порождает ли это самокопание, дает стимул доказать обратно, или все-таки у большинства востребованных артистов все нормально с самодостаточностью. И вот до кучи туда же, как вы считаете, насколько важны или же несколько негативны амбиции для актера? Какой процент успеха может зависеть от них? Ну, то есть, вот как бы, так сказать... Ну, слушайте, это тоже долгий разговор, да. Ну, во-первых, что же значит самодостаточность? Самоуверенность и самодостаточность... Не знаю, какой он отношения к профессии-то имеет. Ну, я не знаю, вот, допустим, живет артист, допустим, он 30 лет, вот он уже 10 лет в профессии, и такой думает, я никогда не стану Женя Мироновым или Олегом Меншиковым. А вот ты знаешь, я знаю, я понимаю, о чем ты говоришь, да, и вопрос. Но я знаю, поскольку ездил, ну, в последнее время перестал ездить, но вот ездил я в другие города, видел, знакомился с артистами. Я знаю их немного, но есть потрясающие артисты, исключая Москву и Санкт-Петербург, есть потрясающие. И вот я не знаю, отвечаю на этот вопрос или нет. И они прекрасно понимают, им, они заняли свою нишу, они не приспособились к жизни, нет, ни в коем случае. Они знают, что они могут играть, и они знают, и они абсолютно в этом счастливы. Они, я не знаю, назвать это самодостаточностью или чем, но, знаете, как кто-то, кто же это сказал, поменьше требований к жизни, и вы спасены. Вот поменьше требований к жизни, к профессии, к своим коллегам, к театрам, и у вас все будет нормально. Вот если ты, не в смысле, что тебя задавили, ты притих и сидишь. Нет, ты прекрасен, ты счастлив. Ты в этой своей, вот, в этой своей области, ты абсолютно счастливый человек. Если мы это называем самодостаточностью, то да, амбиции... Амбиции, они же двигают тебя куда-то к свершениям. Конечно. Я знаю самую главную амбицию, которая двигает меня вверх по карьерной лестнице. Ипотека. Вообще, так меня двинуло, знаете, в этом году, что я прям на всех пробах так хорошо работаю. Мне говорят, Даша, вы так выросли профессионально, я говорю, да. 25 лет, 25 лет, да? Да, вы знаете, это у меня такой рост. Есть такой театральный критик, Олег Клаевский, он, когда смотрит спектакль, он знает, у этого режиссера ипотека. Да, 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 да. По режиссуре видно. Удайки чаще. Там уже разговор про амбиции. А вот смотри, ты сказал, да, вот, например, возьмем все замечательно, и правда все хорошо, но я вот, я считаю, мне кажется, вот я не обладаю вот этим вот, но это очень хорошая внутренняя, не амбиция, в смысле, я буду с тобой тягаться и мериться, а амбиция все время повернуть что-то, что-то дернуть. Вот даже на примере Майзингера, который, ну, то есть он блестящий провинциальный актер, Володя. В какой-то момент он сказал, как-то мне стало тесно, и получилась Москва. Ну, не для того, чтобы сразу уехал. Может, у него тоже случилось по горами? Нет, у него... Он был ведущий артист. Ведущий, потому что Марчель еще не ушел из театра, вот вдруг, в какой-то момент ему захотелось, но это был органичный ход у его. До этого его все устраивало, а вот сейчас захотелось, то есть какая-то его толкнула жизнь, и жизнь круто изменилась, то есть, может быть, стоит захотеть, может быть, те, кто сидит, ну, как бы, нету этого посыла внутреннего, действительно, и это неплохо и нехорошо, как ты говоришь, он занял там, то есть, как бы, и он прекрасно существует. Ну, как бы, на все воле Аллаха. Как к тому, что смотря кто какие цели преследует в этой профессии. Да, в хорошем, да, в хорошем смысле слова даже мы это говорим, она хорошая, двигающаяся сил, на самом деле, амбиция. Ну да. Да. Я хочу на Каннский фестиваль. Я хочу, ну, да. Да. Но тут еще важно не сравнивать. Ой, там так хорошо на Каннский фестиваль. Да, вы стоите. Не сравнивать себя с кем-то, у кого получается сильно хорошо, потому что мы никогда не знаем, что там стоит за какие проблемы. То есть, мне кажется, самое главное, свой путь не предавать. Даже если он маленький, он может в любой момент оказаться стремительным. Да. Потому что, когда ты начинаешь растаскиваться и хотеть, и как он, как она, как они, получается, ты немножечко себя теряешь в этом во всем. Да. Как в амбиции, не смысле, переплюнуть, а просто как маяк иметь, да, впереди. Да, да, да. Но только свой маяк. Да, да, да. Хочу так. Потому что вот завидовать Стасе, ну, бессмысленно мне, например. Она пока еще первая, это высшая категория. Что там? Каждого свой путь. Ну, почему? На этой энергии, иногда это неправильно, но это на этой энергии тоже, она может работать, как топливо. Конечно. Ну, как бы, если сильно в это не скатываться. Ну, да, она подстегивает чуть-чуть, да. Да, все, Додин говорил, что артист не может быть спокойным, он не может быть удовлетворенным. Это другой разговор. Я вот с ними, с ним согласен, в смысле удовлетворенно. Удовлетворенность работы. Не вышел после стены и сказал, ой, сыграл, так офигенно. Не жить в ощущении, что у меня все хорошо, я прекрасный. У него там всех психологов артиста ходят уже. Ну, и театр за то какой. И театр за то какой. И так и не удовлетворен. Он пугом говорит, а все имя неуспокойности в своей, что ты уже все можешь, все это, конечно. Да. Ну, знаете, вот правда, это современие, когда был Олег Даль и был Евгений Встигнеев. Вот Олег Даль был неуспокоенный, ищущий, нервный, рефлексирующий. И Евгений Встигнеев спокойный. Он между дублями всегда спал. Вы можете себе представить? Это талант. Он бэмс и отрубался. То есть, в каком благополучии психологическом человеке находился. И что ему мешало в это время быть гениальным абсолютно артистом? Не мешало. Поэтому... У современного русского театра есть свой путь, язык. Или мы адаптируем западные приемы. Вот опять-таки про путь. Ну, не знаю, вот снимается Дашка Мельникова, допустим, в сериале «Король и шут». И все такие смотрят, так, ну это в Нетфликсе вот так вот можно снимать. Я не смотрел сериал. Не только Дашка Мельникова. Не только Дашка Мельникова вообще-то. Не только. И какой-нибудь другой сериал. Вот я смотрел, допустим, сериал «Монастырь». Ну, как бы здорово, все прекрасно. Ну, я смотрю, ну, как бы, но все-таки же, как бы, многие приемы, язык киношный подворован. Послушай, вот в Советской Союзе... В смысле подворован? В прямом. Ну, вы смотрели сериал «Молодой папа» и это... Почему? Мне кажется, все искусство – это взаимствование одного-другого, вдохновение во всем искусство. Анна Андреевна Ахматова сказала, все давно уже цитата. Конечно. Просто вопрос другой. Я понимаю, тебе кажется, что есть некоторое веяние Запада и приемы... Да ведь не мне это вопрос. Что ты я-то? Мы будем на тебя наезжать. Я за русский великий театр, как сказал, татарин. Мне кажется, что просто это неизбежно. То, что у нас бесконечное количество контента, которое на нас свалилось, несмотря на некоторые ограничения, которые появились. Мы все равно... Некоторые. Да, я теперь не могу. Я теперь буду это смотреть. Фон Бет. 24 на 7. И это «Хроники Нарнии». Фон Бет. Фон Бет. У меня драматичный. Я люблю тебя. И тут резко вырывается. Все-таки мы... Там рождается что-то, а мы обезьянничаем. Безусловно. Ну, потому что технологии, конечно. Ну, естественно. Технологии развития даже киноиндустрии. Если это про театр, у театра... Ну, и в театре тоже, Мартыль. Есть момент все-таки технической всей штуки, потому что, ну, как бы, действительно крутой. Ну, техника, да. Да, нет. Ну, и потом, вот у нас, когда границы упали, все режиссеры поехали в Авеньон и потом посмотрели там спектакль, смотрю это, это и все. Вот, я хотела про это сказать, чтобы мы просто в театре меньше видим западного. В отличие от западного кинематографа и от западного всего, мы просто меньше видим. Если бы мы каждый день вечерами садились с семьей и говорили, ну-ка, включи-ка мне этого... Что там в Варшаве у Марляковского? Ну-ка давай, жена, давай быстрее, началось. И если бы они каждый вечер это смотрели, конечно, в театре бы преобладало уже больше разного обмена. А поскольку мы смотрим... Ну, теперь мы задали, так сказать, космические новые... Технологии. Технологии. А с артистами старшим режиссерам всем. Штайн приезжал, понимаешь. Обожали совершенно. В комедии «Францесс» в 53-м приезжал. А значит, все-таки... Работать с русскими артистами, я про это сказала. Вот, кстати, вспоминая Монастырь, там главная роль Ивлеева снимается. Она непрофессиональная актриса. И сейчас многие из наших зрителей спрашивают, а вообще, как вы относитесь к актерам без актерского образования? Считаете ли вы его обязательным в вашей профессии? Или, значит, мнение по этому поводу не раз высказал наш дорогой худрук. Ну, какого же мнения гостей подкаста? Как вы считаете, все лектеры должны иметь профобразование? Высказывались бы мне? Я наверняка высказывался. Я категорически против того, чтобы люди, не имеющие профессиональное образование... Ну, там или... Слушайте... А Бодров? Вот я только хотел сказать. А кто? Ну, конечно, мне сразу скажут Бодров. Бодров, Сережа, исключение, исключение, еще раз исключение, которое подтверждает правила. Это не мной сказано, это давнишнее... Но у него было потрясающее образование само по себе, культурное. Ребята, я Сережу, вы понимаете, я снимал с ним двух фильмов, я с ним дружил. Да, да. Сережа, кто мне скажет, что он обладал выдающимися актерскими способностями, тот соврет. Он не обладал таковыми способностями, да? Личностными, да? Конечно. Социальными. Тип был востребован. Это много-много там звезд, много чего сил поработало, чтобы это случилось. И слава богу, что это случилось. Он был интересней гораздо вне актерской профессии, намного интересней. Но неважно. Дело в том, что, понимаете, получается, значит, балет выпустите человек без образования. Что он там сделает? Понятно, что ногу сломает себе, да? Музыку выпусти в большой театр. Или на какую-то высокую рок-площадку, да? Что он там сделает? Настерется, да? По архитектору. Ну-ка, построй-ка мне домик без образования. Что-то у тебя задавит этот домик. Все можно, кроме театра и кино. А в театр кино, оказывается, можно все. Ну, некоторые не космонавты еще и в космос летают, например. Но это если мы говорим только про театр. В театре, конечно, без образования человек, ну, будет видно, что он без образования. Вот и я вижу, к сожалению, во всех этих наших зря я вижу. Но, подождите, но на Западе, например, там почти все без образования. И, например, там у них трехмесячные курсы. Так они постоянно на них ходят, конечно. Подожди, подожди. Нет, нет, нет. Ну что ты, там очень четкая система нет. Про какое кино ты говоришь? Даже если мы берем какую-нибудь сериальную историю. Эйфория, например. Там все без образования? Все. Там артисты постоянно находятся в процессе обучения. У них есть коучи, которые помогают им подготовиться к этой роли. У нас сейчас это тоже вводится. Это другая система просто. У нас это тоже сейчас вводится. Именно на проекты нанимают коучи. Но это не такая история пока все. Но, как бы, кино человека подготовить можно. И Запад об этом покачит. Значит, если они могут готовить, значит, они готовят. Значит, это не видно. Но вот я, при всем уважении к Насте Яблеевой, но она в кадре, я вижу абсолютно обезоруженную, профессионально замечательную, красивую женщину. Все, что я вижу. Так, кстати, профессиональные актеры. Как создавался спектакль «Первюн»? Правда, репетиции были по 12 часов? Будьте любезны. Вот как прям... Ложь. Нет, ну, когда мы вышли на сцену, когда на сцене все мало, когда ты из комнаты выходишь на сцену, а ее, ну, как бы, тебе месяц дали, что не хватает? Ну, то есть, всегда такое там, мы долго, там мы прям с утра до вечера торчали. Ну, не по 12. А в комнатах? Нет, ну, а в комнатах это не его... Ну, плюс потом выставок света, там, понятно, что... Да, 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 да. А так нет, это нереально просто... Можно было сейчас создать... Можно было сказать, по 12 на один раз на 14 часов. Один раз мы ночевали в гримёрке, Жень, ну, что такое? Они в Норвегию съездили там. В Норвегию хотели, не смогли. А вот, кстати, вот, студент, с которым я в детстве работал, так сказать, вон, Максим, который из операторской, мы действительно репетировали с утра до ночи в 6 утра. Да, мы заканчивали, они в 7 уже уходили на станок, на балет. А где это было? В Екатеринбурге. В Екатеринбурге. Возвращаемся к Перму. Вопросы, все были бы довольны в этом. Вот ты оказался, нет, пришел сюда, здесь нет таких репетиций, видишь, легче тебе жить стало. В Москве, comfortable. Ночевать в театре, я помню, когда Макбет мы репетировали, я втайне оставался в театре ночевать. Потому что, ну, мне было час туда, час обратно, мы заканчивали в 10, поздно. А тебе замкат надо было? В Митине. В Митине. В Митине, да. В Митине, да, да. В Замкат. И я вот ночевал в театре. Ну, вообще в этом что-то есть. Ну, я знаю, что вы против. Это некомфортно, понятно, и до определенного возраста. При том, что было очень страшно, а меня Никита Татаренков накачал легендами о том, что… Господи, я так, я сейчас испугал. Я прям замерла, думаю, зачем ты это сейчас говоришь? Ты сейчас это правда рассказываешь? Легендами о том, что здесь Ермолова ходит, и, значит, у нас спектакли это было, он читал монолог, что Ермолова там стучится в дверь, и кто-то, и это охранники по ночам ходили, они знали, что… И они как бы долбили, и было очень страшно ночевать здесь, на неудобном диване. Я как-нибудь, если кто-то будет ночевать в театре, одену платье, шляпу, и пойду гулять по театру. Вы знаете, Женя Сирина, которая там сидит, да, она слышала, как вот здесь было пусто, вот в этом, да, и все это крыло было пустое, она прекрасно знала, и она слышала шаги. А у нас вот здесь еще был телевизор, камеры стояли, да, и там был коридор, и это можно было видеть, вот с этого места можно было видеть, это мы просто убрали телевизор. Слушайте, надо спиритический сеанс устроить. Так, и она слышит, ну идет кто-то идет, и она нормально сидит, что-то делает, она понимает, ну идет, идет, и она смотрит, вот так поднимает глаза, а на экране никого нет, а шаги идут. Ужас. Вот что здесь было, она сказала, я схватил все шмотки, вот так вот портопзаю, из дома. Я доею. А чем могло бы каким-то быть новым веянием в искусстве? Я хотела сказать. Да, задействовать спектакли призраков, например. Я вот хотела сказать. А у нас был, это Антон, охранник, я сейчас помню, он рассказывал, я его спросил про призраки, я говорю, а он у нас ходит, на что он мне сразу говорит, а я их не боюсь, я говорю, что ты их видел? Он говорит, ну как, видишь, сказать, вот четвертая гримерочка, говорит, ну вот в 4 утра пару раз на гармошке. Да? Пару раз, звуки гармошки. Там же даже гармошки нету. Да, там и быть никого не могло, потому что они все закрывают. Дальше поехали. Здравствуйте, несколько лет назад появилась пушкинская карта для оккультуривания в кавычках молодежи. Повысился ли в вашем театре процент посещения молодых людей и туда же в кучу? А в кавычках? Это не тебе вопрос, Дарья. Меня это тоже возможно. Впервые хорошая какая-то инициатива, как мне кажется. Это надо будет у директора спрашивать, но вот тут к этому же до кучи вообще. Нужно ли вообще привлекать молодых людей в театре? Я вот обожаю разные постановки, это Тоня пишет, которая выиграла у нас свитшот. Но мне не с кем на них ходить. Это другая будет передача, как устроить свою личную жизнь, Тоня. Мы соберемся отдельно, выгоним мужиков и расскажем. Можно, ребят, мы без тебя? Да. Вопрос в том, нужно ли привлекать молодых. Что значит привлекать молодежь? Ну что не знаю, может быть целевые спектакли? Словно, на 14-18 целевая аудитория спектакля. У нас таких примеров нет. Вы знаете, что в МХТ, когда Константин Сергеевич был, утренники от чего пошло? Утренники это были спектакли не для детей, а... Подешевле? Да, они были в два раза дешевле, и туда шла студентура, студенчество. Вот туда это были утренние спектакли. Сейчас чувствую, инициатива родилась, прям чувствую я... Подъезжаю в утро. С утра или антигон на утренние? Антигон в 12 утра. Крион. Ну тем не менее, это было. Вешай меня. Кроме того, который может привлечь молодежь в связи с этим вопросом несколько... Насколько всеобъемлющее понятие тело актера инструмент? Вот, скажем, режиссер уровня Бертолуччи требует артиста играть сцену полностью обнаженным. А у него комплексы. Какие строгие принципы, или вторая половинка дома страшно ревнивая? Настоящий профи тот, кто переступит через себя, или тот, кто откажется от роли? Мол, сидит муж дома и такой... Ну-ка, рассказывай. It depends of project. Да. Надо понимать, для чего ты это делаешь. Хорошо ли платит? Нет, не хорошо ли платит. Если... Допустим, режиссер мне говорит, ты должна быть раздетой. Мой первый вопрос, для чего? Ну, практически. Хорошая девочка. Как это влияет на сюжет? Как это двигает? Если от этого можно отказаться, почему бы от этого не отказаться? Но если это очень нужно... Ну вот, ну надо... Пожалуйста. Если это очень красиво. Если это очень красиво, как у Бертолуччи. Как у Бертолуччи. Как у Бертолуччи, опять же, да. Почему нет? Мне кажется, если есть красивый артист, его всегда надо раздеть, лишним не будет. Ты будешь каждый раздеть. Всех раздеть. Всех раздеть, да. Всех conjunto раздеть. В выпуске это говорить. Всё excit 16 oi years ago. А знаете, когда меня распросили на пробах, я прихожу, не буду говорить, кто это был режиссер. Он так смотрит на меня и говорит, ну понимаете, вот так, вот так, у нас там, вы должны будете обнажиться, и я вот, я думаю, подойдет ли нам ваша грудь, за что я в одно касание, правда, я потом развернулся, ушла, тут же я сказала, вы знаете, мне кажется, если я вам подойду, то грудь моя точно вам подойдет. И вы знаете, я уже тут, я уже понимала, что я уже не снимаюсь точно, потому что, ну, с этого мы не можем начать просто, ну, как разговор о пробах, и, в принципе, практически через минут пять я уже ушла. У меня похожая была история, когда мне один режиссер сказал, пожилой, причем, не буду, он мне сказал, что, что, я не хочу брать кота в мешке. Раздевайся. Покажи, как грудь. Гаденышка. Кота в мешке. Ну, я там тоже не снималась, я там тоже не снималась в итоге, нет. Кстати, Статя, вопрос к артисткам, артистам Театра Ермола, у вас срочные контракты или бессрочные контракты в Театре? То есть, каждый год мы подписываемся, мы не читаем, короче говоря, что там мелким шрифтом написано, про кота в мешке мы не читаем. Нет, срочные, срочные, у вас срочные всякие. То есть, в какой-то момент у вас этот, если не продлить, как бы, а вопрос в том, что вообще, вот бессрочные трудовые контракты на себя, они давно и жили, расхолаживают они актеров, убивают в них мотивацию? Конечно, конечно, вот все, кто со мной, все, кто пришли в Театр, все на срочном контракте, все каждый год в конце сезона подписывают договор на новый сезон, и это абсолютно нормально. Это же много где контактов? Это много где, но есть же трупы, которые пришли на бессрочный контракт, когда это было нормально, когда это было, да, но сейчас время другое, и сейчас перевести на срочный контракт невозможно, распрощаться с артистами невозможно. Мы это проходили, как вы помните, года сколько там, два назад, и это, конечно, тормозит ли это? Да не то слово. Создает ли это нездоровую атмосферу? Да не то слово. Это только и делает, это все только в минус. Рождает ли это в артистах чувство ненависти и зависти и так далее? Безусловно, так нахрен это нужно объяснить. У нас сменный только художественный руководитель и директор, а все остальные навечно, ну кроме вас, которые без... Слушайте, меняется председатель правительства, да? Нормально бывает, да? Бывает иногда такое. Не сейчас не было, а сейчас не было. Премьер-министр подает в отставку, да? Подает в отставку весь кабинет министров, и это нормально. Почему же, если сменяется художественный руководитель, при этом трупа отстает, да? И трупы почему-то считают, что новый художественный руководитель пришел обслуживать их интересы, но этого нет. Ну да идите вы к чертовой матери. Я абсолютно, да-да-да, вот я сейчас смотрю на тебя, вот дай мне театр какой-нибудь. Что опера я буду делать? Менять, разогнать. Нормально, конечно. Своих подтянуть, учеников подтянуть, друзей семьи, понимаешь? Афия! Ну конечно, ну потому что я должна, с единомышленниками, мне нравится, тогда я начинаю думать и работать на вырастание, а не ненавидеть всех, кто мне мешает, это делают. Слушайте, ну почему во всем мире, это же не дурачки, это почему годами выработано, нет такого понятия, как бессрочный договор. Ну нет его в театре. Ну только у нас, почему-то случайно когда-то возникло. Ну ладно, перейдем к хозяйственным вопросам, так сказать. Да, вот, например, театр-практика возвращается в Большой Казихинский переулок. О, поздравляем! Да, и вот, а у нас вот, то есть там у них там красиво, ремонт у них там, а вот наши зрители спрашивают, планируется ли усовершенствование перестройки театра или смена здания, просто как-то об этом был разговор? Даша спрашивает. Даша, ну что тебе сказать? Да я все про гримерку пронашу, Дородеюк, ты в пайе зрительского. Да ведь артиста Колесников он все сделает! Да он мне уже предлагал, там оплата дорогая. Слушайте, это замечательно, конечно, это не к нам вопрос, конечно, это к департаменту, мы министерству не принадлежим. Слушайте, это вопрос, у нас два душа на весь театр, вы можете такое себе представить, дорогие мои? Артисты, извините меня, потеют, да? Мы там в очередь стоим 10 человек. Помыться не могут нормально. У нас, вот мы для вас, дорогие зрители, что-то пытаемся сделать, фойе что-то меняем, да? А сами-то грязные и вонючие ходим в театр. Не мытые. Палочки везде стоят. Катастрофическая ситуация в театре по ремонту. Мы стоим на очереди, действительно, она подписана, все, мы стоим. Когда это будет, это, вот это точно не от нас зависит. Просто другие театры вне очереди влияют. Согласен. Я стояла! Театр Шалом тут отремонтировал. 8 лет ремонтировал. Там же освобождается где-то здание, куда нам переехать? Может, вот практика съехала, она откуда съехала? Она съехала из театра. Музей Москвы, да. Но она не вся съехала, она там так съехала. Ну, с точками. Сколько там зрительный зал, сколько там? Не помню. У нас только ДК, я уже. Я предлагаю в ДК Выборгский переехать. Так, а вот интересуетесь ли вы, так сказать, жизнью в других, например, периферийных провинциальных театрах России при сей вашей нелюбви к репертуарным театрам и туда же до кучи? Хотелось бы узнать, какие театры Москвы все-таки, на ваш взгляд, сейчас являются самым передовым в плане наведения экспериментов театрной жизни? Вот просто про интерес к другим. Ну, больной вопрос на то, что мы сейчас про ремонт говорили. Я была на Бронной. Ремонт хороший. Ремонт хороший. Пыльный, так скажем. Ну, а что значит пыльный? Я все равно могу ходить к погребничкам. Как в студентчестве нам когда-то Солнцева сказала, сходи-ка ты посмотри погребничка. Это вам она сказала, потом она на это, потом мы сходили. И надо отдать ему должен, он держит, он существует, и опускается никогда ниже своего уровня, и там появляются какие-то действительно удивительные спектакли. Да? Вот я просто об этом, первое, что я вспомнила, как говорить, что там нет перевернутого, там ничего, он так же и работает, но это все время какая-то новая история. Винни-пух. А? Винни-пух и сегодня? Вообще. А я смотрела в институте, а ты сейчас. А я недавно. А ты недавно. Это пипец как круто. Смотришь сколько лет спектакля и смотришь, как не вел Винни-пух. Рок. Глаз. Мне надо пойти, потому что мне надо в эту, как-то мне даже стыдно, я ни разу там не был. Вот, вот. Первый раз, и хочу вот на Сиранову очень сходить. Пойдем. А ты тоже не была? Под всей нашей шоблой пойдем. О будущей жизни театра. Как там, когда ждать Сильву? Скоро. Скоро. Значит, а как идет подготовка комната Адлера и как появился Евгений Ткачук? Это вообще чья идея была? Моя идея была? Гений. Вы знаете? Гений кастинга. Нет, я вам скажу, что Женя Ткачук появился в моей голове, как только я увидел первый раз этот фильм с его участием. Я понял, что я вижу перед собой просто выдающегося артиста, совершенно отвечаю за свои слова, просто выдающегося российского артиста. И я все время, я всегда имел ввиду на предыдущие проекты, просто когда так сложились обстоятельства, что в этот проект надо было принимать какое-то решение. Тут я вспомнил про него и я понял, что это просто, я ему тут же позвонил и надо отдать ему должное. Он 8 лет отказывался от всех театральных работ. А потом взял ипотеку. Да. И сказал, что все-таки спустя 8 лет он не может мне отказать, чему я безумно рад. Значит так, много людей интересуются, когда у нас будет чемпионат по футболу снова Ермолова Cup? Слушайте, ну там у нас началось из-за пандемии, потому что нельзя было играть, да? Сейчас не знаю, я знаю, там было несколько вопросов, да? Да, да, да. Ну мы подумаем, может и вернем. Но только зрители, а так артисты, которые играли и не очень за меня, те ребят по этому поводу. Артисты уже не интересуются. Старели, да? Старели, конечно. У нас просто есть уже новое поколение. Мой сын занимается в Спартаке, мы можем, так сказать, подтянуть. А вот, кстати, про молодых вот сейчас и к вам, молодым еще всем. Вопрос такой, как происходит вообще, как быстро происходит адаптация молодого артиста, когда приходит в труппу театра? Не помнишь уже? Во время репетиции, не помню такого. А, у меня-то? Во время репетиции всегда все быстро адаптируются. Прям вот так, сходу, хоп, и поехали. Ну имеется в виду, наверное, как, как, да? А, во время коллектива? Зависит от коллектива, мне кажется. Вот она меня очень долго не принимала. Набила, да? Да ладно, да. А я, в свою очередь, Стасю не принимала. Ходила, а мы со Стасикой начали репетировать господин-слуга, и мы там в паре были. Да, и мы с другим, да? И что-то делала. Не любила, но терпела. И я ее терпел. Да я просто, какой-то пришел, шевелюровала такая, вот волос. Все что-то неприятное, все что-то много болтает, задает много вопросов. Больно умный, да? Больно умный, да. Андрея очень не любила. Как в анекдоте про тестов? Не волнуй. Не помните это? Потом расскажу. Короче, все приспосабливаются. Вообще, на самом деле, не самый сложный процесс освоится в театре. Как в любом коллективе, да, да, да. Выпить пару раз и нормально. Вот. Выпить всегда. Значит, город Тула, город Казань и город Пусть-Хрустальный, ой, Гусь-Хрустальный. Интересуется, когда приедете на гастроли? Это не к нам вопрос. Слушайте, ребят, это очень сложно, потому что, конечно, гастроли такая неотъемлемая часть была. Когда-то театра любого, потому что вы взяли на месяц на гастроли. Представляете, куда-нибудь там? Челябинск. Месяц Челябинск, а потом трупу главный эвакуируется оттуда. А сейчас этого нет. Сейчас вы пригласили там на спектакль, ну, хорошо, на два, а уж там если два-три названия, это вообще какая-то роскошь. Не, ну, гастроли это всегда прикольно. В Сингапур поедем когда-нибудь? Нет, ну вот молодые артисты меня все время уговаривают. Я не была в Казани, а это моя, получается, вообще малая родина. А там хорошо, там такой красивый. Подожди, мы же татары. А что Казань-то? Ты какой отношений Казань-то имеешь? А ты не имеешь? Нет, у меня оттуда, во времена Столыпина, оттуда родственники уехали в Сибирь. Во времена Столыпина. Я бы в Омск хотела очень съездить, вот тоже, свои пять копеек. Не, не, мы с удовольствием. Просто сейчас это финансы диктуют наше сегодняшнее существование, и не только наше, вообще театральное, поэтому это, к сожалению. Недавно вышел из сериала Федора Бондурчака по сценарию Паулина Андреева. Актрисы, было бы интересно услышать ваше мнение. Почему ты так на нас кричишь? Было бы, короче, смотрели, вы вообще относитесь к фильмам, сериалам, встановкам, связанным с вашей профессией, жизнью в ней и в ней ее? Настя спрашивает. Короче, как вам сериал? Слушайте, я не смотрела, я туда пробовалась, была утверждена. Жена, как это, помнишь, который жена Золотовицкого. Что жена? Да. И чего? У меня был параллельно, сейчас будет прям анонс и промоушен, я снималась в библиотекаре, и там у меня главная роль, у меня так нравилось все, что мы, плюс пергион, то есть если нет пергион, то мы вот так. Да, и я понимал, что я абсолютно при всем уважении к Бондарчуку и действительно, но мне так нравилось вот это, что я отказалась просто в силу брать. Честно говоря, смотря этот сериал, я понял, в правдивости, я убедился в правдивости его слов, не в обиду. Слушайте, вообще про театр снять, придумать, это очень сложно, это катастрофически сложно, слава богу, что они сделают такую попытку. Лучше, чем Михаил Афанасьевич, наверное, это уже не сделает никто, с таким юмором, с таким, ну, слушайте, ну, по мне как не случился этот сериал. Федор Сергеевич, где фильм-нуар, обещанный мне, когда я по ночной Москве ночью иду, по плаче Луи Виттон и вот так вот листво разгребаю, где это? Что ты хотела сказать? Я хотела сказать, а что если не попробовать, Олег Евгеньевич, вы это знаете, Ренат напишет. Видимо, это кино на сцене, давай сделаем по-другому. А я не знаю, получаю большое удовольствие. Ну и молодец, ну и хорошо. Все талантливые, все молодцы. А вы смотрели «Сукины дети» фильм, помните советский? Леня Филатова, да? Да. Какой-то симпатичный дядя Вова Ильи. Да, 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 да. Они знали, про что они играли, то есть это был раскол Таганки, и они четко понимали, что они туда как бы выкачивают. Не зная раскол, там все равно понимаешь, что там есть про театр. Да, но они знали про что, как бы очень внутри. Про актеров, самые чудесные. Вини, средний, средний фильм по как бы качеству, типа вот у нас, ну, дядь Журавли, но ты его смотрел, потому что очень четкие все взаимоотношения и так далее. Да, да, да. Чего ты начал? Я что-то пропустил, как вы кричите от Журавли перешли. Да «Вражда» сериал, практически гениальный. Вот там просто, все на русский. И «Вражда» и «Голливуд». А, «Голливуд» я смотрел. «Вражда» я смотрел про Бетти Дэвис и Джоан Крофорд. Я не видела. Блин, я, кажется, тоже что ли не видела. Я видела, где люди массовки, все время каждой серии, и массовка. Это тоже замечательно. Двух актрис, их сыграли замечательные актрисы, они сыграли других замечательных актрис, Бетти Дэвис и Джоан Крофорд. Так это вот этот, Бет Дэвис, это вот тот старый фильм? Да, грандиозный. «Вражда» есть, нет, сериал современный. А, потому ими, да? Они играют, да. Этих актрис. А, то, что у Бет Дэвис есть в стройке. Да, 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 черно-белые еще. Они все другие актрисы, они всю жизнь друг друга ненавидели, соревновались, но при этом были подругами. То есть там, ой, знакомая история. Предлагаю финальную подводочку, без водочки, в смысле, эту прощалочку. А, Засим, целуем вас 99 раз. И еще бы один раз, жаль, что далеко от вас. Ждем от вас подписок, комментарии, все так говорят. Лучший вопрос. Лайк, шер, комент. Лучший вопрос. Лучший вопрос. А какие там были? Ну, здрасте, сейчас будем вспоминать. Ой, я сейчас замучаюсь. Ну, просто где у тебя затрепетало? Ну, у нас как-то были они все сегодня в одном русле. Ну, много, много. Ибо не было разнообразия. Ну, там про выгорание как-то было. Вот я тоже хотела сказать. Давайте джекпот объявим. Два следующих. Там четыре вопроса было про выгорание. Всем? По кофте. Один. Сейчас еще. Ну, ладно. Потом, в общем. Мне понравился вопрос про театр, запад, не запад, заимствование и так далее. Как правильно все. Что мы... Все про выгорание. Значит, это Лина Абрамовна. Лина Абрамовна, значит, давайте. Вот мне тоже нравится. Давай. Лина Абрамовна, напишите нам, напишите свой адрес и мы вам вышлем. Кстати, Лине Абрамовна, я же видел, у нее там вопросы какие-то были прям серьезные. Слушайте, мы на ваши вопросы ответим в следующий раз. У вас много, и они очень профессиональные, и они требуют определенного ответа. Поэтому пока наш мерч вам. Да. И ждем вопросов к следующему выпуску. Через неделю, надеюсь, снова встретимся здесь. Спасибо. Надеюсь, так не закроется. После этого выпуска. Все. Ты страшно. Давайте снимаем.